Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день. В связи с катастрофой самолета «Сухой Суперджет» в аэропорту Шереметьево президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину, родным погибших и всем россиянам. Цитата «От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу России», говорится в телеграмме на имя Путина. Напомню, накануне в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет «Сухой Суперджет», следовавший маршрутом Москва-Мурманск. После попадания молнии в фюзеляж в самолете отключилась радиосвязь, а в результате аварийной посадки начался сильный пожар, в котором погиб 41 человек. Добавлю, что граждан Азербайджана среди пассажиров самолета не было. Сегодня начался Рамазан. Это девятый месяц мусульманского календаря, в который, по исламской вере, людям был неспослан Коран. В течение всего месяца соблюдается строгий пост «Ураза», который подразумевает отказ от пищи в течение всего дня до полного захода солнца. С началом месяца Рамазан азербайджанский народ поздравила первый вице-президент Михрибан Алиева. «Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с наступлением Рамазана, являющегося месяцем поста, и духовного очищения, раздумий и молитв, прощения и милосердия», говорится в поздравлении. А в Москве на Поклонной горе открылся фестиваль «Шатер Рамазана». Там все желающие, и мусульмане, и немусульмане, смогут разговеться и познакомиться с культурой разных исламских народов. В частности, в программе фестиваля есть и день, посвященный культуре Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял гендиректора российских железных дорог Олега Белозерова. Один из главных итогов этой встречи – договоренность о том, что Азербайджан и Россия будут совместно развивать евроазиатские транспортные коридоры. Между железнодорожными компаниями России и Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве. В первом квартале этого года объем железнодорожных перевозок между Россией и Азербайджаном вырос на четверть. Дальнейший рост будет достигаться за счет развития грузовых перевозок по маршрутам Иран-Азербайджан-Россия-Европа в рамках коридора Север-Юг и маршрута Россия-Азербайджан-Турция с использованием железнодорожной магистрали Баку-Тбилисикарс. Кстати, сегодня же стало известно, что Анкара, Баку и Москва подпишут меморандум о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилисикарс. Сегодня в Азербайджан прибыла делегация во главе с начальником Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майором Олегом Белоконевым. Этот визит обещает стать важной вехой в сфере военного и политического сотрудничества Азербайджана и Белоруссии. Одной из тем на переговорах станут ракетные системы «Полонез» белорусского производства. Азербайджан уже закупил один дивизион «Полонезов» и, скорее всего, эти закупки будут расширены. Кроме того, речь, вероятно, пойдет о том, что часть этих систем будет собираться на территории Азербайджана, а, возможно, на территории страны будут развернуты и производства новой системы боеприпасов для «Полонезов». Сегодня руководитель исполкома общественного движения «Бессмертный полк» Артем Хуторской призвал не политизировать это движение. Я пользуюсь возможностью, хочу призвать граждан Армении и граждан Азербайджана хотя бы в связи с 9 мая, со святой для нас всех даты. Мы все в прошлом, советские граждане, наши деды и прадеды погибали рядом, не выясняя национальности, не спрашивая про пятый пункт. Я просто готов припасть на колено и просить, умолять хотя бы в этот день, оставить распори за рамками, оставить распори за пределами «Бессмертного полка». Напомню, ранее стало известно о попытках использовать шествие «Бессмертный полк» в политических целях. В частности, сообщалось о том, что в Ереване на шествия собираются выйти люди с фотографиями погибших в Карабахской войне. В Азербайджане эти намерения назвали провокационной самодеятельностью. Напомню, акция «Бессмертный полк» появилась в России 7 лет назад, а в последние годы к ним присоединялись и другие страны, главным образом бывшие республики СССР. Так, первое шествие «Бессмертного полка» в Азербайджане прошло 4 года назад. Сейчас Азербайджан готовится к шествию «Бессмертного полка», которое пройдет в День Победы у мемориала «Павшим воинам» в Баку. На сегодня это все. Еще больше информации на портале москвабаку.ру. Хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok